В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Перегруз ливневой канализации или недочёты в строительстве. Подробности размытия грунта на проспекте Октябрьском. Верень-Арт в Мордовском заповеднике прошёл фестиваль народных промыслов. Никто не забыт, студенты СПТ имени Музрукова провели патриотическую акцию. Далее расскажем обо всём подробно. В результате сильной грозы в районе Кольца на проспекте Октябрьском размыло насыпь. Вместе с грунтом во враге оказалась одна из опор освещения и металлические ограждения. Работники укрепили откосы песком. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению металлических конструкций. Одна из официальных причин случившегося – чрезмерная нагрузка на ливневой канализации на улице Дзержинского и проспекте Мира. В ситуации разбиралась наша съёмочная группа. Подъезд к мосту через реку Сатис со стороны проспекта Октябрьского попал во все городские новостные ленты и группы в соцсетях. Почву размыло, откос поплыл вместе с фонарём и ограждениями. Последствия обильных летних осадков пришлось устранять работникам коммунальных служб. Сейчас мы завозим песок для того, чтобы укрепить с этой стороны, закрыть провал песком, чтобы обеспечить проход пешеходов. Здесь будет сигнальная лента и огородим тумбами, чтобы обеспечить возможность прохода. По официальной версии размыв произошёл из-за перегруза ливневой канализации. Потоки воды с улицы Дзержинского, Победы и проспекта Октябрьского оказались в районе Кольца, перелились через тротуар, снесли опоры безопасности и размыли грунт на подъезде к мосту через реку Сатис. Мост не пострадал. Это земполотно. Здесь был выполнен насыпь. Высотой она была до 5 метров. Металлическая опора нормальная, светильники нормальные. После того, как будет отсыпано, опора будет восстановлена на своё место. Сейчас она обесточена, эта опора, и пока отодвинута в сторону. Однако ограждение на подъездах к мосту страдает уже не первый раз. Не прошло и года с момента сдачи новой транспортной развязки в эксплуатацию. Как в интернете стали появляться фотографии, по которым наглядно видно, что ограждение с бетонными блоками в основании установлено непрочно. Так что же стало причиной обвала ограждений на этот раз? Нагрузка на ливневую канализацию и неожиданные обильные осадки летом или недочёты в строительстве? Вопрос остаётся открытым. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Появится ли в городе новый прогулочный парк? На очередном заседании думских комитетов депутаты обсудили судьбу лесного массива в северной части города. По генеральному плану там предусмотрен парк, но конкретных сроков его строительства не указано. Между тем, жители микрорайона остро нуждаются в прогулочных зонах. Поэтому депутаты выступили с инициативой провести первую очередь работ по благоустройству лесного массива уже в 2021 году. Для этого они направили в администрацию города предложение с просьбой Департаменту архитектуры до и ноября текущего года разработать согласованное техническое задание на создание северного парка и определить примерную стоимость проектно-сметной документации. Вопрос о большой зоне отдыха в таком микрорайоне город давно назрел. И об этом свидетельствует тот факт, что когда не было давно КТ-4, а дорога была уже проложена, на ней кого только не было. И мамы с колясками, и старушки, и спортсмены, и молодежь на скейтбордах, и велосипедисты, и лыжероллеры. Так как дорога сейчас эксплуатируется, на ней небезопасно заниматься такими видами спорта. Но это еще раз подтверждает, что необходимо создать условия более комфортные, чем дорожные. И там у нас появятся и туристы, и фукеисты, и футболисты, и ориентировщики, и лыжники. Вопрос изменения границ зоны ограничения продажи алкоголя стал еще одним пунктом повестки. Сейчас алкогольную продукцию запрещено реализовывать в радиусе 40 метров от медицинских учреждений. Директор акционерного общества Дом-книги предложил сократить это расстояние по примеру Нижнего Новгорода до 26 метров. Подробности далее. Сетевой магазин «Магнит» может появиться в помещении Дома-книги на проспекте Музруково, 22. Сейчас этому открытию препятствует установленная городской думой зона ограничения торговли алкоголем. Примерно в 30 метрах от крыльца Дома-книги работает стоматология. А по местным нормам продавать алкогольную продукцию допустимо на расстоянии не менее 40 метров от медицинских учреждений. Внятно ответить на вопрос, какая связь между частными клиниками, в основном у нас в городе частные клиники, которые касаются это ограничения, и продажи алкогольной продукции, мне так никто и не смог. В основном это частные стоматологии, как правило, и куда ходят взрослые люди, если туда ходят дети, они ходят туда с родителями. Роман Олейник предложил сократить зону ограничения торговли алкоголем с 40 метров до 25. Это позволит Дому-книги сдать помещение на Музруково, 22, под магазин «Магнит». Инициативу поддержали около 200 горожан. Обращение с их подписями было представлено в городскую дому. После этого депутаты получили еще одно письмо, в котором порядка 500 саровчан выступили против изменения границ зоны ограничения и открытия «Магнита» в микрорайоне 5А. Там у нас находятся два продавательства магазина, они вполне удовлетворяют потребностям населения и, может быть, там ни к чему. И с точки зрения даже спокойствия, ну я писал, поскольку спокойствие проживания жильцов, потому что как там будут подъезжать, никто не знает. Не поддержали инициативу и в администрации. По мнению заместителя председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Марии Степашкиной, изменение границ зоны ограничения продажи алкогольной продукции вызовет цепную реакцию. И магазины, торгующие алкоголем, а также кафе и бары начнут открываться в спокойных пока дворах и районах. Есть 18 таких зон, которые, возможно, могут привести к тому, что появятся объекты общественного питания, так называемые бары, распилочные, либо магазины, где реализация алкоголя будет возможна. По словам Марии Степашкиной, для открытия на Музруково 22 магнита вовсе не нужно менять границы зоны ограничений. Достаточно перенести вход в магазин на 12 метров в сторону от стоматологии. Тогда нормы будут соблюдены. Пойдет ли по этому пути потенциальный арендатор и появится ли на Музруково очередной магнит, покажет время. С 10 июня в нашем городе проходит пленэр с участием российских художников и мастеров изобразительного искусства из Сарова. Помимо этого, в рамках творческого проекта приглашенные кузнецы из Москвы изготовят два кованых арт-объекта и установят их на центральной аллее парка имени Зернова. 13 июня работы художников Саровского пленэра выставят в городской художественной галерее. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Высокая пожароопасность лесов и торфянников сохранится в Нижегородской области до 13 июня. В связи с этим повышается вероятность возникновения природных пожаров. Прогнозируется также распространение огня на населенные пункты. В такие периоды жителям региона следует соблюдать запрет на посещение лесов и сжигание мусора на дачных участках. Горожан приглашают принять участие в проекте «За вклад в благоустройство Сарова». Конкурс на лучшее оформление прилегающих территорий проводится среди организаций и инициативных жителей. Заявки на участие принимаются до 1 сентября в кабинете номер 422 здания администрации. К документу необходимо приложить три фотографии территории на бумажном и электронном носителях. Подведение итогов конкурса намечено на 1 декабря. Более подробная информация по телефону 97768. Начался прием работ на всероссийский конкурс сочинений. Его участниками могут стать ученики начальных классов среднего звена и старшеклассники. Положением о конкурсе определены жанры работ. Рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия. Образец оформления сочинений можно найти на сайте Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий. Одежда из крапивы, резные деревянные изделия, глиняные посуды, бижутерии, куклы ручной работы, этническая музыка и национальная кухня. В заповеднике имени Смедовича прошел первый фестиваль народных промыслов «Верень арт». Участниками стали умельцы из Мордовии и Нижегородской области. Они удивляли гостей мастерством владения старинными ремеслами. Резьба по дереву, керамика, текстильные куклы, матрешки, бижутерии, ручной работы. На улице ремесленников было много привычных промыслов. Среди многообразия ярких поделок выделялся стол, за которым мальчик в смотканной рубахе что-то сосредоточенно мял в руках. Рядом дедушка на электрической прялке тянул грубую пряжу, а бабушка ткала полотно. Умельцы Саранска занимаются необычным рукоделием. Они делают одежду из крапивы. Это называется обработка крапивы двудомной, которая растет всюду как сорняк с целью получения волокна и дальнейшего получения ткани и сшить из этой ткани одежду. Валерий Федорович улегся этим необычным для 20 века ремеслом 10 лет назад. Он воспроизвел старинный цикл обработки крапивы от сбора сырья до пошива одежды. Использовали такие комплекты из крапивы всего 70 лет назад. И дело не в целебных свойствах этого сорняка, а в доступности сырья. На вопрос о целях умельца при создании одежды с жгучего растения он ответил просто. Я амбициозный человек. Я вот хочу сделать и все. Никто не умеет, а я умею. Вот в этом и заключается стремление. На фестиваль народных промыслов приехали мастера не только с ближней округи. Олег Колесников привез свой проект литературного варенья из Воронежа. Мы их получаем в музеях. Там специальные люди есть, которые занимаются этой кулинарной темой. Мы их оттуда получаем, переводим на наш современный язык, на наши меры веса. На Велень-Арт творческая команда привезла ягоды жимлости и сварила вкусное лакомство с добавлением душистых листьев мяты. Это очень мистическая, сказочная ягода, которая к нам пришла с Востока, ну если точнее сказать, с Китая. И в Китае этой ягоде много посвящено легенд. И легенд про любовь. На открытии фестиваля гостей приветствовали представители администрации Темниковского района и заповедника. Верень-Арт проводится в Мордовском заповеднике впервые. Верень-Арт. Верень в переводе это лес по-мордовски. То есть это такой лесной фестиваль, целенаправлен на поддержание, восстановление народных промыслов нашей республики. Концертную программу подготовили творческие коллективы из различных районов Мордовии. Они исполнили мордовские, татарские, русские фольклорные песни. Организаторы решили погрузить гостей в историю республики и подготовили специальную площадку. Изюминкой нашего фестиваля будут импровизированные моляны на Керемете. Керемете – это место, где раньше Мордва во времена язычества молилась различным богам и о чем-то просила. По подсчетам организаторов, Верень-Арт посетили более полутора тысяч человек из Мордовии и других регионов России. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Продукты первой необходимости – средства личной гигиены и бытовая химия. Такие наборы раздали студенты Саровского политехнического техникума имени Музрукова в рамках акции «Никто не забыт». Благотворительный проект запустили в техникуме три года назад. Его главная цель – поддержка ветеранов войны и труда. Подробности в следующем репортаже. Кирилл Мазохин укладывает в последний пакет макароны, печенье, мыло. Небольшой продуктовый набор – это благотворительная помощь для ветеранов войны и труда, студентов и педагогов Саровского техникума. Надо помнить ищить память ветеранов, которые отстояли нашу страну во время Великой Отечественной войны. В этот раз подарки отправились к жителям трех микрорайонов. Студент упаковали 60 наборов. Акция «Никто не забыт» проводится после празднования Дня Победы, когда отгремели все мероприятия, и ветераны вновь остались наедине со своими проблемами. Поэтому мы всегда пытаемся акцию нашу перенести на «после», чтобы напоминать о том, что все-таки этот праздник существует и после этой даты. После небольшого инструктажа ребята отправились к адресатам. Во втором микрорайоне студентов уже ждала председатель Совета ветеранов. Она отметила необходимость в поддержке пенсионера, в котором порой не хватает средств на продукты первой необходимости. И зачастую такая забота вызывает целую бурю эмоций. Ребята принесли продукты, и там была соль. И женщина рыдала. Она говорит, что да, действительно. Она говорит, что она жила в Ленинграде, в блокадном, соли не было, ничего не было. И когда она увидела соль, она так рыдала. Ребята вместе с Людмилой Михайловной разнесли продуктовые наборы по адресам. В этот раз во втором микрорайоне боготворительную помощь получили 18 ветеранов. Елена Грецкова, Артем Иглазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. 13 июня в городской художественной галерее стартует новый проект «Золотая маска в кино», который приурочен к году театра в России. В фестивальном формате три четверга подряд на большом киноэкране саровчане смогут посмотреть лучшие спектакли страны, которые стали номинантами и лауреатами российской национальной театральной премии «Золотая маска». Подробности далее. Спектакли номинанта и лауреата российской национальной театральной премии «Золотая маска» теперь можно увидеть и в Сарове. Наш город присоединился к всероссийскому проекту «Золотая маска в кино». В июне горожане смогут посмотреть сразу три лучших спектакля России. Откроют фестиваль, пьеса «Вишневый сад» режиссера Льва Додина. Этот спектакль будет необычный. То есть это вот режиссерская работа художественного руководителя. Этот спектакль был показан у нас в стране и за рубежом. Такое вот новое прочтение чеховской пьесы. 20 июня в художественной галереи пройдет вечер одноактных балетов. Зрителям покажут три постановки «Тюль», «Одинокий Джордж» и «Минус 16» в исполнении артистов музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Завершит программу трансляции спектакля театра нации «Гамлет-Калаш». Это будет настоящее событие для города. Это будет для нас новый формат, потому что мы не касались театра. А здесь наш проект про кино включает еще и такую работу. Проект «Золотая маска в кино» в художественной галерее стартует 13 июня в 18.00. На показы приглашаются зрители старше 16 лет. Более подробную информацию можно узнать по телефону 702-87 или 702-94. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.